Привет, анаполюбители! Вы на канале Анапчане, с вами Наташа. 26 июня 23-го мы с вами, друзья, находимся в Джимэте, в районе первого проезда. Перед тем, как выехать на съемку, я в телеграмм Анапчане закинула опрос, чтобы люди выразили пожелание, в какой район Джимэте поехать и сделать обзор. И первый проезд стал лидером. За ним по голосам выстроились Джимэтинский проезд, и меньше всего голосов набрал гостевой. Ну что ж, идем на море по первому проезду, и дальше по пляжу пройдемся еще до Джимэтинского. Ну а на гостевой обязательно в самое ближайшее время также съездим. Можно сказать, что первый проезд – это прямо центр городного поселка Джимэтинского. Так что неудивительно, что интерес по первому проезду самый высокий. Кстати, если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал Анапчане, подписывайтесь и тоже сможете влиять на расклад обзоров на нашем канале. Тут в районе первого проезда на Пионерском проспекте есть аллейка с хорошим потенциалом курортным. Один из центровых районов Джимэтинского. Здесь отдыхает масса людей вдоль Пионерского проспекта и вдоль проходов на пляж масса гостевых домов и отелей. И кроме гостевых домов и отелей больше тут ничего толком и нет, но еще коммерция, магазины и общепит. И вот здесь вдоль Пионерского проспекта есть вот небольшая аллейка. Людям предлагается хоть какое-то место для проведения дополнительного досуга, прогуляться. Но, что мы видим, вдоль вот этой непродолжительной аллейки нет ни одной лавочки. В этом году постарались. Вот оформили центровые клубы, высадили растения. Видно, что поливают, ухаживают. Но рядом лежащие газоны, мы с вами видим, вытоптаны и иссушены. То есть вот такое вот редкое место для Джимэтэ, где могли бы люди прогуливаться. Да просто приятно пройтись до пляжа. И вот и то руки не доходят довести это хорошее место до ума. Элементарно нет лавочек и мусорок. Первый проезд – это преимущественно пешеходная зона. Да, тут есть проезжая часть, по которой передвигаются автомобили тех, кто здесь останавливается на отдых и тех, кто здесь ведет коммерческую деятельность. Но ездят аккуратно, с учетом того, что здесь очень много людей ходят на пляж из пляжа. Сейчас у нас начало 10-го. И посмотрим, друзья, сколько людей на пляже. Ну, я думаю, как раз, как раз. Это то время, когда люди стекаются к морю. Сейчас в Анапе уже установилась уверенная жара. И уже часов в 6-7 утра жарко. В 10-м часу тем более жарко. И, конечно же, люди вовсю, вовсю устремляются на море, на пляж. На первом проезде, как и на других проездах пляжу, сосредоточена коммерция. Но в основном стандартный набор общепит представлен в виде кафе и столовых. Торговля разными курортными товарами и сувенирами. Есть немногочисленные продуктовые магазины, аптеки, туристические точки экскурсионные. Все как обычно, все как всегда. Самое-то главное, конечно же, море. И нас интересует как раз-таки именно оно, его температура. Насколько оно теплое. И в том числе, насколько много в нем водорослей. А может быть вообще здесь жемы-то нет, как многие говорят. Смотрите, перед входом немного здесь изменения в районе первого проезда. Обычно мы утыкались здесь в раздевалке сразу же. Теперь их, смотрите, перенесли немного в сторону. Рядом, теперь они рядом с спасательным пунктом. А здесь вместо раздевалок, смотрите, установили качели. Да, они морские, как в Анапе. Пляжные. Слушайте, ну мне кажется, прикольно. Очень прикольно. И то, что вот выход на пляж ничего не загораживает. Ну, классно. Сразу покажу вам стоимость лежака в этом районе Джимы-Тэ. 300 на день. И, кстати, очень хорошо, что цена сразу указана. Не на всех пляжах в Джимы-Тэ и вдоль Пионерского проспекта. Так просто можно сориентироваться по ценам. В том числе на пляжах Анапы практикуется абонементная система. Это когда вы можете купить абонемент на несколько дней от трех дней. И платить за лежак немного дешевле. Не 300 рублей, а 250 рублей в день. Рядом с платной зоной, вот теневыми навесами на лежаках, можно расположиться на своих подстилочках, ковриках. Как видите, в этот утренний час уже плотненько здесь расположились люди. Тень они себе обеспечивают самостоятельно, в том числе зонтиками. Также можно встретить людей со своими палатками небольшими. Смотрите, друзья. Вот это да. Вот это я понимаю. Курортный сезон 2023. Ну что же. А как у нас тут водичка морская? А морская водичка относительно водорослей вполне, вполне радует. Совсем немножко, совсем немножко прибита к берегу. А дальше туда буквально сколько? Ну метров пять и все. И дальше начинается чистое мелководье. Его хорошо видно. А там дальше и подавно. Вода чистая и прозрачная. Ну, и судя по всему, не холодная, а уже прогревшаяся. Так как мы с вами наблюдаем, сколько людей в море. Ой, слушайте, ну мне обстановочка очень нравится. Смотрите, как классно. А если немножко отойти прямо от выхода через первый проезд, здесь прям вообще ни капельки водорослей. Какой кайф, друзья. Вот он, идеальный отдых в Анапе. Да, идеальный, когда пляжная идеальная погода. Солнечная, жаркая, теплое море, чистое. Мы обязательно измерим его температуру по ходу в сторону Джиматинского проезда. Мы как раз с вами туда направляемся. Надеюсь, по ходу найдется местечко свободное от людей. Но я надеюсь. Зайдем и измерим, какая температура воды на мелководье. Ну и по мелководье будем ориентироваться, какая она на глубине. А может быть, нам встретится информер с вменяемыми данными. Зачастую на спасательных пунктах или какие-то неактуальные данные. На них вот прямо ориентироваться не всегда стоит. Итак, друзья, мы с вами отошли от первого проезда. Так, традиционно вдоль центровых выходов на пляж сконцентрированы в том числе разные аттракционы. А значит, громкая музыка и реклама в мегафон, которая, по идее, привлекает людей на морские аттракционы. Вот, смотрите, видите, люди устроили себе вот такой вот пляжный отдых в палатке. Смотрите, как кайфово! Класс! Просто класс! Выходим с вами на пляж на уровне выхода с улицы Морской. Этот выход как раз по соседству с первым проездом. Здесь у нас прокат катамаранов, пляжная, массажная точка и тоже большая плотность людей. Я даже подозреваю, что здесь не только отдыхающие джимы-те. Вполне возможно, что здесь можно встретить и отдыхающих, которые остановились в Анапе, но приехали сюда, в джимы-те, на пляж, потому что сейчас на центральном пляже Анапы большие скопления тины, водорослей. Купаться не очень приятно. А здесь, в джимы-те, как мы с вами видим, как раз-таки напротив. Купаться очень приятно. Водичка чистая. Также здесь у нас рядом, дальше по ходу в сторону Джимутинского проезда, рядом с выходом через улицу Морскую, Уральский проезд. Вот. Как раз где-то на этом уровне. А, немножко мы не дошли еще. Ну вот, и здесь у нас, смотрите, территория детского юношеского лагеря какого-то. Сейчас как раз у них время купания. Смотрите, какое массовое купание. Они как раз накупались сейчас, выходят. За ними пристально в воде наблюдают два наблюдателя. Вот можно видеть. Видите, вдалеке с одной стороны сидит, и с другой стороны сидит человек на возвышенности и следит за детьми, за подростками. О, Черноморская зодька. Дети из Черноморской зодьки. Следит, чтобы дети не выходили за границы отведенного места для купания. Вот такие вот очереди. Прям немного напоминают советские времена. Какие-то традиции у нас сохранились с советских времен. Точно так же вот детей выстраивали в очереди вожатые. И вперед на купание. Класс. В основном детские лагеря распространены вдоль Пионерского проспекта. Но вот в том числе есть и в Джимы Тея. Вот, я вам говорила, проход через Уральский проезд. Вот как раз он вот здесь, на уровне пансионата Фея 2. Обращаю ваше внимание, что на пляже на уровне пансионата Фея 2. Смотрите, какой простор. Нет вот этой толкучки, как на уровне первого проезда и рядом. Смотрите, прям вообще свободненько, так хорошо. Так что даже если приедете в Джимы Те, да, из Анапы на пляж, вот ориентируйтесь даже не на первый проезд, а на остановку. Она так и называется, Фея 2. Выходите и по Уральскому проезду, пожалуйста, сюда приходите. И мало того, что купаетесь в чистом море, свободном от водорослей, так еще и более-менее на свободном пляже, ну, на центральном пляже в Анапе уж точно вот таких свободных кусочков вы не найдете. И да, альтернатива всегда в Анапе есть. И даже если на центральном городском пляже водоросли, можно найти вдоль Анапского побережья участки без водорослей и отдыхать в удовольствие. Но вот есть недостаток, как добираться, да, до этих участков. Общественный транспорт, конечно же, оставляет желать лучшего. Все мы с вами знаем, что в сезон он переполнен. Жарко, душно. Полицейские вот так вот у нас ездят по пляжу, следят за порядком. Интересно, как они будут вот там дальше ехать, где очень большое столпотворение людей. Наверное, развернуться там вообще без вариантов, особенно на первом проезде. Там-то и пройти сложно. Ну, так вот, про общественный транспорт продолжая. Это прям проблема из сезона в сезон, когда количество людей на курорте увеличивается. Ездить в общественном транспорте крайне некомфортно. И вот, мэр Новороссийска решил провести эксперимент и съездить на работу, давеча утром, на общественном транспорте, на маршрутном такси. В Новороссийске, обращу внимание. Ну, а все мы с вами знаем, что, в принципе, маршрутные такси в России вряд ли отличаются. Независимо от того, в каком городе, это всегда не самый комфортный общественный транспорт. Но вот мэр Новороссийска решил все-таки на своей собственной шкурке испытать то, что испытывают жители города, пользуясь общественным транспортом. Он отметил, да ладно, что транспорт переполнен, что он недостаточно чист и аккуратен, что водитель грубоват, и кондиционеры, кондиционеры, оказывается, маршрутных такси в Новороссийске есть, включаются только по просьбе. И то, наверное, только по просьбе мэра города. Ну вот, мэру Новороссийска нужно было самому съездить в маршрутном такси, чтобы понять, что проезд в городском транспорте неудобен. И теперь вот пообещал применять все возможные меры, чтобы улучшить условия проезда в общественном транспорте. Это в Новороссийске. Сейчас я еще немного отвлекусь и продолжим про общественный транспорт в Анапе. Вот, друзья, смотрите. Вот мы с вами идем, и вы прям можете вдоль берега наблюдать. Вот здесь вот вообще, вот недалеко от причала, да, Джамутинского, откуда, кстати, на теплоходе устраиваются морские прогулки. Вот, есть прям вообще участки, очень свободные. Но подозреваю, что в данном случае здесь свободные, из-за того, что здесь как раз таки, смотрите, ситуация с морем несколько изменилась. Водоросли здесь уже побольше. То есть вот в начале нашего репортажа мы с вами видели участки или с небольшим количеством тины, или же вообще с полным его отсутствием. А вот здесь у причала вот прибило. Джамутинский причал находится на уровне выхода на пляж через туристический проезд, престижный проезд. Здесь уже совсем немножко у нас остается непосредственно до проезда Джамутинского, куда мы с вами направляемся. Ну и в дополнение про анапский общественный транспорт, маршрутки. Думаю, из-за того, что Анапа более популярный курорт, чем Новороссийск. Здесь значительно больше отдыхает людей в летний сезон. Ситуация с общественным транспортом куда сложнее, чем в Новороссийске. Поэтому мэр Анапы вряд ли решится на такой эксперимент, как мэр Новороссийска. Собственно, что в Анапе хотят подпринять по поводу улучшения условий проезда в общественном транспорте? Разве что создать для водителей маршрутных автобусов единый чат, куда смогут обращаться всем общения и гости курорта? Граждане смогут отправлять свои замечания и предложения по работе общественного транспорта на горячую линию. Для этого будет создан единый номер. Введение такого канала станет отличным способом для получения обратной связи и обращений жителей города. Эти обращения будут взяты за основу для принятия решений о внесении изменений в работу маршрутной сети. Как видите, в Анапе все более прозаично. Хотят отделаться каким-то чатом, эффективность которого под вопросом. Но как бы и так понятны все проблемы общественного транспорта, особенно в летний сезон, они на слуху. Тут и чата не нужно, чтобы понимать, с какими трудностями сталкиваются люди в общественном транспорте летом. Остается решать эти проблемы, а не создавать чаты. Итак, друзья, мы с вами немножечко отдалились от причала и в свою очередь приблизились к Джимутинскому проезду. И здесь у нас опять же водичка радует своей чистотой. То есть за весь наш путь, что мы с вами прошли от первого проезда и до Джимутинского, основное скопление водорослей в районе причала. Так что, друзья, если кто-то в районе причала отдыхает вот или влево или вправо и вас будет радовать вот такое чистое морюшко. Ну что, заболтала я вас, да? Пойду, пойду-ка и окуну термометр, потому что мне самой очень интересно, насколько уже прогрелась водичка. Она уже прогревалась у нас в июне до 22 градусов. Потом какие-то течения, ветра, снизили температуру воды до некомфортных температур. Я уже точно не помню, чтобы не ошибаться. Ну, по-моему, даже до плюс 16 опускалась водичка. Да, вот такое бывает в Анапе. Ну и потом вот мы с вами ждали очередного потепления. Так что очень-очень интересно. Повторюсь, сейчас будет у нас данные на мелководье, чем славится джимы-те, да? Смотрите, люди идут, идут, заходят в море, им все по колено и по колено. Вот смотрите, взрослым по колено и на каком расстоянии они уже отошли от берега. Знаю, что есть люди, которым не нравится такое положение вещей. Если не нравится, тогда идите на Гальку. На Гальке набор глубины в Анапе быстрый. Ну и в том числе там никогда не бывает водорослей. Но для деток мелководье Анапских пляжей это, конечно же, раздолье. А также мелководье позволяет прогреться в воде. Смотрите, 26,5 градусов температура водички. там, где комфортно плескаться детям. Но ориентировочно по температуре на мелководье можно сделать выводы, что на глубине примерно около плюс 23 градусов температура воды. Даже если я не купаюсь в таком теплом и чистом море, а снимаю его для вас, я все равно очень радуюсь. У меня вот такое положение вещей, когда море теплое, чистое, очень радует, очень воодушевляет. Я рада за отдыхающих, потому что искренне, искренне хочется, чтобы люди, которые приезжали в Анапу, получали удовольствие от отдыха в Анапе, а не огорчение. Не устаю, друзья, вам рекомендовать, если вы где-либо вышли к морю и видите скопление водорослей, пройдите немного левее, немного правее, и вы обязательно найдете чистый участок, абсолютно свободный от водорослей. Сегодня я подтвердила вам это нашей сегодняшней прогулкой. мы прошли с вами практически половину поселка Джимы-Те, и вы видите, что ситуация даже в рамках одного курортного поселка может быть разной. Сейчас я записывала видео, рядом стояла женщина и слушала, что оказывается где-то здесь рядом есть чистый участок моря. Она спрашивает, где? Отсюда можно сделать вывод, что люди, отдыхающие в одном курортном поселке Джимы-Те, но на небольшом расстоянии друг от друга могут быть разного мнения о море в этом курортном поселке. Одни будут говорить, где вы там нашли чистое море, водоросли, а другие будут говорить, отличное, чистое, теплое море Джимы-Те. Это я к чему? А к тому, что нет каких-то установленных мест свободных от водорослей вдоль пляжа Анапы, где всегда, допустим, нет водорослей и напротив какие-то места, где обязательно есть водоросли. Нет, водоросли мигрируют сегодня в одном месте, завтра в другом месте, поэтому отдыхающим Анапы рекомендуется быть подвижными, гибкими, чтобы их отдых был связан с хорошими впечатлениями от купаний в чистом море. Друзья, я была рада вас сегодня прогулять по Джимы-Те. Сами видите, что ситуация с морем разная, но преимущественно радующая, если сравнивать, например, с городским центральным пляжем. Но, опять же, отмечу, что даже на территории центрального городского пляжа тоже бывают такие периоды, когда не бывает водорослей, и там море, о чудо, чище, чем море в Джимы-Те. Так что долой стереотипы, опять же, повторюсь, будьте гибче, и отличного вам отдыха. Кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь, и также подписывайтесь на наш телеграм-канал, на нем мы оперативно публикуем видео и фото с пляжей Анапы. Все, друзья, всем пока и до новых встреч!